Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В смысле будет уменьшаться распространение, выписываться людей больше, чем попадает в больницы, то есть освобождается ковечный фонд. Мы перейдем ко второму этапу. Будут постепенно открываться торговые центры без детских площадок и фудкортов. И чем дисциплинированнее, так сказать, будут кировчане соблюдать социальную дистанцию, там где-то возможно масочный режим. Тем раньше мы перейдем к третьему этапу, когда отменим уже практически все ограничения. Понимаете, это вирус, я не хочу загадывать. 18 мая на штабе по борьбе с коронавирусом, как ожидается, будут одобрены очередные послабления. Возможно, разрешат работать с салоном красоты, как глава региона обещал представителям бьюти-сферы. Программа Экономика. Торговые центры предлагают открывать по одному этажу. Такую идею озвучила в программе «Дневной разворот» в нашем эфире заместитель директора сети ювелирных салонов Сергей Слотин Марина Слотина. Почему бы не открывать торговые центры этажами? Конечно, с соблюдением всех санитарных норм. С 25-го, например, открывают торговые центры, например, только первый этаж. Через какое-то время посмотрите, как это все происходит. В масках, чтобы все ходили, естественно. Чтобы в отдел пускали там по два человека. Но это же все можно организовать. Где же бы люди ожили? А в Свердловской области намерение властей открыть с 19 мая торговые центры и уличные кафе вызвало шквал критики. Люди потребовали в первую очередь открыть детские сады и разрешить оказание платной медицинской помощи. Экономика. На 101 АФМ. Рестораторов и парикмахеров научат, как работать, когда это станет можно. Провести серию семинаров для предпринимателей предложили члены правительственного штаба по борьбе с коронавирусом. Роспотребнадзор уже разработал рекомендации по соблюдению санитарных норм и правил в салонах красоты и кафе после того, как будут сняты ограничительные меры. Кировские предприниматели готовы их соблюдать, но часть рекомендаций требует дополнительных разъяснений, сообщает правительство области. Поэтому решено отдельно для каждой отрасли совместно с Роспотребнадзором организовать обучающие семинары. В некоторых регионах России на прошлой неделе начали снова ужесточать карантинные меры. После того, как президент объявил о прекращении нерабочих дней, в Смоленской области, например, ввели масочный режим и разрешили розничную торговлю. Однако, увидев полное игнорирование средств защиты, власти торговлю снова закрывают. Экономика. В завершении о курсах валют на сегодня доллар стоит 73 рубля 21 копейку, евро 79.13. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Программа «Экономика» на 101FM.